ну все делал стоп-старт тянутся маленько и начинать уже и переименовать кстати надо турик оба а 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 в а а потому что последняя группа, короче, в арде Викли получается вот этого в ближайшее время, то есть продолжение только 8 марта будет. Так, то есть в арде найти, где же он? На евро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, игроки запропастились, пацаны. Вот. Все дела. Сейчас будем искать. В арде скайпе я отписал. Вот. Опа! Деймос 82 ДВ. Еще вчера на киви присылал. Ничего себе. Спасибо. Ему большое не заметил. Сегодня спасибо себе Дранкенберг. Вижу три соточки на киви есть. Спасибо всем за поддержку, пацаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, нам шар и ким пока отсутствуют. Вот такие дела, пацаны. Ждем их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за поздравление. Короче, спасибо Дранкенберг. Спасибо всем, пацаны. С прошедшим 23-м всех, короче говоря. О, сегодня у моего лучшего старого друга день рождения. Правда, он сейчас в США живет. У него, может, еще 24-го. Нет числа. Ну, какая разница, родился-то он здесь. Надо поздравить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, короче Так, вот сделаем сразу Чтобы не было тут ничего такого Потому что это меня отвлекает от стрима Но собак у Солора много уже, ребят 21 линг, но Блин, чем больше лингов Тем эффективнее гранаты заходят От риперов, понимаете, в чем здесь Соль вся И нет пока перехода, кстати говоря У Гумиху ни во что Вот, начались эти танцы На гранатах Как обычно и бывает Риперы живые вообще все здесь Сейчас регенятся, начнут вообще Что-то хитро как-то тут Гумиху летает Вообще по каким-то закоулкам Через 6 часов на 9 летит А, ну здесь с 9 можно прыгнуть Прям на 2-ю Вот в чем здесь прикол Ну сейчас залетит Но видимо они считают, что Ютермал посерьезнее в риперах, чем Гумиху А Гумиху бич С ним и лингами можно справиться И собаки окружают очень жестко Риперы Риперы попадают под раздачу Как хорошо сейчас Солар все сделал Просто царь вообще Смотрите, он как Реально по-зерговски Это хитрожопые зерги реально Зажал Бедняк риперов Все, они Сиделые, блин Рассчитывали пожить подольше Там сколько там по компании Прикол Три года, если рипер Уживает А они все там преступники Типа твоего Реабилитируют Хрен там Вот Линги реабилитировали С королевами Риперков Ну а что делать Пришлось так Наши войска Атакованы Тут уже дропчики первые Начинают идти Но моряки-то еще без стима Понимаете То есть моряки здесь Особо ничего не сделают Но вот как-то из-за потери Этих риперов Должен я сказать Гумихо подотстал Здесь немножечко Но есть армор И такой Большой Хэлбат пуш Намечается Но до стимпака Еще 11 И даже 13 секунд Где-то до стима Нужно обязательно Дождаться стимпака Гумихо сейчас Приезжают еще 2 гелика Моряки окружены Стим готов будет Через 2 секунды Гэ-гэ Пишут Соллар Стима не понадобилось Ничего себе А было бы 4-5 бэрингов Все подбил Что за чушь вообще 1-0 соллар Пацаны Я надеюсь Кин нам шар За это время найдутся Потому что иначе Играть не с кем будет Далее Один матч И все Как бы За первое Второе место Получается Что ли Играть не с кем будет 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 Ну что, поехали, ребят. Вторая игра Solar 1, ой, этот какой-то гумиху 1-0 повёл, конечно же, Solar умудрился развалиться. Исэйф готов. Исэйф готов. Так, чаёчек попиваю, ребят. И смотрю, что происходит. А происходит здесь 17-я хата Газпул в этот раз у Solar. В предыдущий раз пул первый был, но в этот раз и гумиху Масс Рипперов не играет. Ну всё логично, какой отморозок будет играть два раза Масс Рипперов. Ну нет, такие есть, пацаны, конечно, но не корейцы самые жёсткие. Плюс Масс Рипперы проиграны были. И смысл теперь их играть. Тем более на предыдущей карте там очень много направлений, где можно прыгать этими Рипперами. Здесь же особо-то и нет таких направлений. Так, начинает греночками Риппер откидывать. Одного дронщика забирает гумич сейчас. Нужно сваливать. На Криппе и Линге быстрее Рипперы бегают. Можно было бы и не уйти, если бы Королева там выстрел сделала бы. Вот, или тем более пару. Там как раз на пару примерно и было. 12 хп вроде где-то. Сколько там у Королева по земле дмж? 8. Да, с двух ударов на 100 пудов убила. Даже, скорее всего, бы она вот удар сделала. И Линга один раз куснула. Риппер погиб бы тоже. Ну а здесь халявно достаточно действует гумиху. То есть, он играет в третью ЦЦ-щику через Риппера Марика. Потом на Бараке был реактор заказан. И факта под него подстроена. Все это перелетело. Старпорт с Бараком еще делаются сейчас рядом. И, возможно, на Бараке Лаба будет. Может быть, нет. Может, это будет опять же халбатики какие-то. Я не знаю. Посмотрим. Солуру надо играть собранное. Значит, 0-2, а 0-2 очень сильно шансы снижают на выход при этой системе. Система какая? Как на лайфенгах, где каждый с каждым играет. И потом, соответственно, по картам смотрится, по победам личным. По победам в матчах, по победам в картах и по личной встрече еще. Соответственно, здорово, Миш. Задержка 11 секунд. Помните об этом? Поэтому чуть позже вы. Оп, появляется Викинг. Поэтому чуть позже вы. Изображение видите, чем я. На полторы минуты. Да побольше даже, потому что есть еще некоторая задержка. Просто аппаратная получается. И как она называется, которая, даже если задержка 0 проставлена, она, она все равно есть, как бы. Продолжение следует... Ну что, Либератор полетел. А зачем было строить Лабу? А, офигеть себе, Гумиху отдает. Смотрите, Старпорт. Сначала Старпорт построил Викинга, потом Старпорт подстроил Либератора. И только потом Банши с Инвизом пошли. Но это все почему так происходит? Потому что вообще Гумиху в мех играет на этой карте, как вы видите. Один кок он здесь подврезает Гумиху. И одну личинку, и выстрел по королеве делает. А зачем он так долго под споркой тут уставался? Ну, он зато видел, как шпиль был заказан. Но на мини-карте, если ты не прокликал шпиль, выглядит это как вторая спорка. Ну, навряд ли кто-то будет вторую заказывать так. Но уверенным быть нельзя, да, получается, что это так. Так, пожгли 4 гелика, 1 опса. Так, Торчик, 1 заказ. Ну-ка, погодите, танк есть? Вообще, хоть у меня ни одного танка нет. Даже странно, что ни одного танка нет. И уже Тору Гумиху пошел. Здесь все гелики ездят, нажигают. А, это Банша рабочих на мэне шатает. Гелики заезжают на третью базу одновременно. Тут всего одна королева, которая их пытается прикрыть. Какой провал? Солар, как-то так зафейлился, ё-моё. Дроны пытаются куда-то уехать. Куда здесь? Пламя просто. Здесь огонь, здесь дискотека, короче, у гелионов. Точнее, может, уже автопати. Шашлычок они жарят очень активно. Смотрите, сколько мяса. 20 дронов, погоди. Ё-моё, 20 дронов. При этом всём, Солар не строит рабочих пока. То есть, это уже практически поражение, как мне кажется. Вот. Если вот сейчас прям Солар демеджиков не нанесёт Гумиху, либо рабочих не навосстановят много. Здесь уже есть Тора, обратите внимание, которая говорит о том, что здесь ничего никто не продает, плюс гелики. И даже вычинил сейчас эту, ту реточку у нас, Гумиху. А Солар ещё 3 рабочих тем временем теряет. Что за жесть вообще творится? Роуч приходит. 50-48 по боевому. Кстати, боевой-то лимит здесь тирана продавливаемый такой. Танчиков нету. Не знаю, зря, мне кажется, Солар боится. Вот. Вот. Неплохой залп такой от Торов прошёл. Один муталис сразу минус. 4 Тора едетесь. 2 банши. Танки 2-1. Грэды делают. Солар 1-1. Смотрите, как рабов быстрого снаил. Ну вот при игре в мех, когда не активен тиран, и, ну, не выходит, например, как сейчас Гумиху, можно спокойно, в общем-то, отстроить рабочих. Хотя Гумиху может прямо сейчас ложиться и спокойно выйти, по-моему, убить вообще. Так, 1-1 доделались. 15 гидралов у Солара. Пилятся мув овером, делается мув рейндж гидре. 2-2 вот он заказывает. Не, как бы армия у Солара есть, но хайва-то ещё нету, и без хайва будет тяжеловат, конечно, всё это дело отбивать. Вот. Нужно больше юнитов заказывать. Собак можно пощепать. А какие собаки? Вот здесь бы бэллинги с покатушками штучек 15-20 помогло бы. Чем? Да, вот этих, этих, скалбатов снести, и потом, чтобы гидророуч сразу на танчики напали, да, там на всё это дело. Ё-моё, какая здесь тища идёт, подумал Солар, наверное. Пытается кайтить. Но если скалбаты доберутся до гидры, ребята, это будет вообще прохлада. У них ещё синего пламени пока нет. Скоро оно будет готово. Здесь надо всё переводить вообще отсюда. Первые вайперы пошли. Да нет, я думаю, для Солара здесь шансов маловато уже, конечно, оклематься. На этой карте. Ну, значит, и в этом матче. Против Гумиху. Пытается, в общем-то, выдержать. Гумиху идёт вперёд дома. Там 3-2 уже делается. Четвёртая ЦЦшечка начала добываться. Всё в порядке, в общем-то, у Гумиху, танчиков, факторок. Сколько? Пять факторок работают. Ну, неплохо, неплохо. Торов 8 уже получается. 10 уже торов. Чё, если 3 подходит, 2 ещё там дома, видимо, где-то. Здесь 8 уже в атаке. 2 он, да, стоят дома. Жесть, вообще, столько торов, конечно, в миксе. Но это шанс, на самом деле. Если было больше танков, Гидра Роуч вообще бы развалились. С торами они ещё более-менее дерутся. Если танки зелёнкой залить, то можно попытаться. 200 лимита, кстати, у Соллера. Вот он спустился частью юнитов вниз сейчас. Пытается вайперы залететь. Пошла атака. Роуч и Гидра вперёд. Зелёнка на танк выставлена раз. Зелёнка на торов выставлена два. 2.2 грейды, конечно, есть, и они решают неплохо для Зерга. Но танки не получилось сблакануть все. И в итоге Соллер здесь как-то подразвалился. Да, 22 роуча в заказе, но потенциала больше нету экономически. Сити роучи выйдут, и всё, Соллер отпонимает. Они бы даже этот не выбили бы. А тем более на продолжение шансов нет. Зелёнка на танк выставлено. Зелёнка на танк выставлено. Зелёнка на танк. Они бы сидели бы, они не получили. И я уже не сделала, чтобы выставлено. Странка на танк выставлено. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Нет, вчера не выпивал особо Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо тебе Спасибо всем, кто поддерживает Добавил субтитры DimaTorzok 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 еще. Продолжение следует... 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 Но пойдет или не пойдет, непонятно пока. Но это будет атака и скорость роучем 100%. Если так будет, нам шар опять роуч уже делает. Соллара тоже эволюшен, у Соллара лэйр доделывается. Будет отставание в 50 секунд, как минимум, в атаке, в этом грейде. Соллар вообще пока не делает, но минута уже точное отставание. Сейчас намечается по рабам, что у нас 53-47-6 в пользу Соллара. Шпиль пошел, еще и тут рабочих он строит, а здесь 10 дронов у Намшара пошло. Ну я, конечно, все понимаю, 10 дронов это хорошо, но... Так, 4 реводжера, что поверов на центре повыбивает сейчас. Интересный момент такой. Но если Намшар сейчас шпиля Солларовского дождется, то все, тут уже ловить нечего ему будет, скорее всего. Потому что он не сможет никак шпиль законтрить. Гидроден уже сейчас в ближайшее время надо ставить. Все мимо. У Намшара умудряется из 8 фаербуллов один только по оверу попасть. Ну, было, что? Все-таки накрыл его. В итоге роучи подстраиваются. Парабам, конечно, 57-61, у Соллара в плюсе. Вот если бы Намшар масил ровущий и как бы улынил, получается, ну откуда он знал, что... Нет, это рабочих уничтожено и просто там уничтожено. Откуда Намшар знал, что у Соллара плюс один позже, что у него шпиль как бы, что лэр раньше? Он ничего не знал этого. Ну, Соллара 8 муталисков заказано сейчас. А здесь только наземная армия получается. Вообще мимо фаерболами Намшар пуляет. Ну, как так-то? Роучия плюс один строит. Да, 2-1, нифига себе, 2 эволюшн ограды делаются. Но ни спорки нет, ничего вообще нету у Намшара. Это плохо. Так, готово 8 муталисков. Строится еще порядочное количество мутки. И сейчас будет как раз удар нанесен муталисками. 10 плюс там 3, 13 штук их в ближайшее время будет. Это будет печально. Намшар пытается сверху обойти, чтобы Соллара не нашел его. А Соллар сразу же овером видит его, просто прилетает мута, начинает кромцать. Но это 1-0 в пользу Соллара. Тут уже ничего не поделаешь. Даже не убьет этого овера. В общем-то Намшар у нас получается. Забегает Роучий Линги. И у Соллара тоже тут Роучий Линги есть. Но 13 муталисков, это же не 5, ребята. Это много дэмеджа. Это изи для Соллара просто называется. 160 на 102 отцвутим уже по лимиту. Опа, прошу прощения. Мутка отгоняет. Реводжеров Соллар сразу же, как приоритетную цель, убивает. Потому что они могут нанести на халяву сплэшем дэмеджа много. И Роучьем, и муталиском на халяву по воздуху попасть могут. Ну вот Соллар приходит. 180-134. Ну это очень легкая победа для Соллара. Получилась такая. Не то, чтобы он не приложил никаких усилий, но вы видите сами, что происходит. Роучьемутка выпиливает спокойно. Нет, все-таки к геймхардовскому интерфейсу же привык полностью. Там все-таки есть инфа, более удобная. И здесь как-то место много, цифры эти все занимают. 1-0. 1-0. Вторую игру ждем. Продолжение следует... Так, хост пошел. Захожу сейчас и... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, сейчас рекламу пропелю. Главное, напоминаю, что поддерживаете меня и мой канал, естественно. По реквизитам описания, через плеер. Вот, и отблоками, отключенными и премиумами. Короче, ребят, Solar против Намшара. Вторая игра. Впереди все самое интересное. ТВЗНчики еще будут у нас впереди. ТВЗНчики, это хорошо. ТВЗН ??? Продолжение следует... 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 так уровень уснул он шарчик здесь в общем готовят solar на лум у него лимита на 40 больше сейчас будет скорость ручим через 14 секунд будет атака ручим то есть можно это все дождаться как бы ломиться у нам шара уже есть атака так 5 секунд до 4 до готовности плюс 1 плетки solar крошит фаербулы туда падают убивает то плюс 1 у доллара готова он добивает нам шара в легкую просто здесь фаербулы падают неплохо здесь тоже фаербулчик заход пара его журу даже попал от файбу ну вы видите здесь гг здесь в легкую для solar 20 г пишет нам шар кэши г тебя в геймара братан вот в чем суть здесь ну что какая вара следующая видимо какая-то с нам шаром тоже я так думаю вот Так, Solar King сейчас. Solar King, ребятки, тоже очень круто этого забудет. Теперь именовую, всё, чёрт побери. Ждём Solar King, ТВЗ. Так, четверть финала у Vardy, кстати. Очень интересно. Я тут, если вы обратите внимание на сетку данного турнира от Vardy, то я интересную вижу тут тему. Группа D стоит по дате 8 марта и финал стоит 8 марта. То есть, Vardy хочет и группу D отыграть 8-го и все остальные матчи 8-го. Чтобы не уточнить, это весь день Старкрафта будет просто. Ну и, кстати, жесткого Старкрафта, потому что группа D очень прикольная. Статс, Сиджи Хиро, бывший Сиджи Джаджи и Снут группа D вообще. А пока Solar King ждём. Так, для Затаков скажу, что здесь играет музыка и из БВ, и из Тарова. Старкрафта, потому что звуковая дорожка ВСЕ стоит. Тут из всего музыка играет. Играет музыка. 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 Продолжение следует... Так, захожу в игру, все, подчеркали, отлично, короче говоря, ребят, продолжаем мы сегодняшний стрим. Солар будет скином сейчас биться, это очень-очень неплохой такой матч, гумиху правда что-то Солар вообще в хлам ушатал сегодня, посмотрим как кин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что ж, погнали! Продолжение следует... Привет, Анцелад! Продолжение следует... Ну что же, тут Сэшечка будет После Рипера, ребят, здесь 17-я хата Газпул, соответственно Все стандартно, абсолютно Так, что Тойер туда-сюда летает Ну видел прекрасно сейчас Солу, что происходит Он видел факт 2, он видел, соответственно, Рипера Рипер стоит дома, он никуда не летит Даже Кин Не знаю, вот как по мне, смысл играть Ребилд через Рипера, тратить 50 на него газа Если ты никуда не летишь Не проще ли сыграть с двумя мариками-то, а Билд? И вот Оверы так на халяву Залетать не будут вообще Абсолютно все Солур Вот если сейчас Солур выиграет Кин, то у него шанс выйти Хороший Скорее всего, правда, уже со второго места Потому что 0-2 от Гумиху отлетел Но если кто-то Гумихус умудрится пошатать Кин или нам шар В чем я сомневаюсь на самом деле Вот Ну что же Газ на второй базе у Солура добавляется Третья базка уже готова Криптумеры поперли со второй на третью Чтоб здесь мейн бы соединить бы и крипом обнести Вообще замечательно было бы Вот Очень даже А здесь инвизные банши Здесь армори заказано Пока что Так, пять геликов Видите Почему пять? Странно очень Это когда нечетное количество И с реактором там факта Например, это значит завтык стопудово где-то был И поэтому пять всего заказано Банша одна летает уже тут на инвизе Но везде есть спорки У Солура уже шпиль пошел 52 дрона на 38 Ну и вот Если сравнить с билдами Гумюху Например То, что сейчас Кин делает Как-то у Гумюху Вообще все время было Преимущество практически в обоих играх Но здесь Гелики вперед стартовали сейчас Семь гелионов Это семь хелватов Будет плюс рипер Плюс две банши Вот это шанс, конечно Определенное что-то сделать Солуру Сейчас для Кина Шанс что-то сделать Солуру Но здесь плетка есть Банши вообще Вот зачем они здесь летают Под споркой Иди ты королев Ну что он делает Шел бы королев Помог бы убить просто Нет, он залетает В дальнее направление Пытается прошатать рабочих Два забирает Но хелвата ничего не сделали Викинг сбивает овера Солур ничего не увидит И пошел мех от Кина Между прочим Гумюху В таком стиле Через мех вообще убил Солуру хлам Так 7 дронов Минус Ну гумюху Неплохо так Ну что же Очень неудачный Врыв сейчас на гелик Вообще совершенно Гумюху 20 с лишним рабочих На этой карте Солуру убил И доминировал Здесь же Кин Вообще ничего Пока не убил Практически Потому что Добавляет факторок Еще Как-то сумбурный У него мех Такой получается Здесь есть Тура Нескогелеонов Есть две Банши Есть Викинг Есть два Газа В заказе Сейчас Нужно добавить Бои танков Иначе Солуру придет Блин Убьет По-моему Тут у Солуру Все вообще хорошо Смотрите Сколько криптумеров Солуру На перел Вообще Как тут В одной кучке Прямо Их надо В разное направление Та Там Три сюда Остальные сюда Например И сюда парочку Так Три КСМ Прилетела Прилетела Мутка Минка Неплохо Бомбанула Месть с Тором По-моему Суп погибло Один муталис Да От этой минки От залп погиб Туретки Есть у Кина И в рабочих И на продакшене Здесь непонятно Какие-то вещи Творятся Так Баба Взлетает Что-то Кинда Меняет Все местами Ну зачем Старпорт Так ставить Надо подальше Увести Все вообще В куче Смотрите Здесь Туретка Мешает Тору Не здесь Не здесь Не пройти Надо вот так Обходить Здесь вот так Вообще И то Наверное Здесь не пройдет Скорее всего Думаю Так Минка Делает Завкус Одну минку Выбил Сейчас Совер Усиленные Несущие винты Пошел Грейт Грейт Интересно К банше Вообще Так Банше Есть Пару штучек Ну строится Третья Ну в принципе С винтами С этими Банше Да Шатают Очень даже Неплохо Не против Мутки Конечно же Но Так Мутку Чуть все Не может Киндсбить Викингов Надо Конечно же Вычнее Сенсор Тауэр Ну четвертую Тауэр Сразу Занимать Как мне кажется Кину Нужно Грейды С одной Армори Всего лишь Пока делаются Ошибка Как по мне И Сор Опа Ну это В стиле Кстати Нерчо Такой Дроп Но Обычно Он как бы Сюда Выходит Армией Допустим Контроля Карту Приводит Куда Сюда Оверов Морфит Сразу Летит А не Прям С мэна Там За 3-9 Земель И Кстати Грят Уреток Между прочим У Кина Здесь Нет Вообще 2-2 У Солара Здесь 1-1 Одна Атака На Воздух Есть Что Здесь Сатилитит 3 Роуч Гидрал 4 Роуч 4 Гидрал 4 Гидрала 7 Роуч И 9 Гидрал В Дропе Хороший Микс И Заезд Геликов 7 Дронов Убивает Пока Летел Я говорю Надо Ближе Дропа Начинать Делать Пока Летел Здесь Уже Турет Кин Причем Он Не Скупится На Турет И Правильно Делает А Че Скупиться Вообще Наливал и улетел сейчас. Четыре бандши. Вот их скорость с несущими винтами. 5.25 их скорость как... Какая у Муталиска? 5.6 у Муталиска. 5.25 это типа как призмас муу, наверное, летает. Может даже быстрый. Фу, аж пахея у кого-то есть такая же точно скорость 5.25. Не помню у кого. Гелик вообще 5.95. Один из самых быстрых юнитов. Офигеть, смотрите, какой ствол он просто. Поскольку он вообще... Это я не знаю. Здесь крипов столько, что даже здание самому не поставить. Это реально гигантские количества криптуморов здесь. Так, прилетает вайпер и кин. Ну вот, такой вот прогеймер, блин. Есть викинги, летят вайперы. Фокусить ты вайперов, чтобы они ничего не притягивали, зеленку не ставили. А он через Аклик атакует там все. Ну все равно отбивается кин. Мне бы не сказал, что прям вообще легко, но отбивается. Здесь надо планетарку срочно делать. Мулов выкидывать. У тирана не хватает минералов. Это вообще, я не знаю, только у Хэйпи, я помню, такое было. Посмотрите, сколько. Выкинь ты пять мульчиков. Пусть они тебе натаскают отсюда минералов. Вот. Минералов нет до заказа. В итоге нет, нормально. Посмотрите, фактори простают. Если бы был до заказ, уже бы 160 балемита примерно было бы. Крип от Соллера прямо здесь. Сколько у криптуморов вообще? 143. Это реально дофига здесь. Вообще жир такой. Чтобы в разные стороны бы он их распространял, было бы замечательно, конечно. Третья атака по первому кину. И додумался он, что нужно с четырех табашей второй арморист. Вот, вот, вот. Прилетели мулы. Семь штук их вообще. И добыча сейчас подскочит до небес просто благодаря этим всеми мулам. Ну, больше трех тысяч, как бы, больше зерговской добычи, в общем-то, у тирана. 3200 там колеблется. Это даже еще мало бывает. И 4К мулы обеспечивают там добычу. Просто другие базы не добываются. Мейн кончился фактически здесь. Ну, хотя получается сколько? 460, 500 и там... Ну, около тысяченочки. 9 соток, там, тысяча минералов примерно есть на мейне еще. Здесь тоже немножечко осталось. Еще поболее тысячи в общей сложности. То есть, в ближайшей перспективе две базы. Вот, знаете, в чем прикол такого количества криптуморов? Просканил Кина, что он выбил? 3 криптумора, а 10 остались просто. То есть, их даже не успеть выбить-то. Нормально. Так, викингами надо лететь, фокусить. Куда-то, еб... Ну, не внимателен, Кин. Солар внимателен, а Кин невнимателен. Сейчас викингов ТФС вытянут и все. Так, в это время 4 банши неплохо тут залетают развлекать. Грейтер Спайр можно выбить, но зачем сюда лететь, Кин? Он здесь полетает, со спорками поперестреливается, да? Не, ну, он рабочих пошатал, 7 дронов убил. Ну, хоть что-то Кин предпринимает, и то хорошо. Здесь какая-то странная группа идет вперед, которую можно просто убить на халяву. У Сулдера уже 3-3 доделывается. Во второй армори атака на воздух поперла. Кин пытается центральную базу оттеснить занятия, сам пытается. Так, банши на центре тут прилетели, шатают. Не знаю, можно по... Ну, даже 4 уже банши уже силы. Правда, у них атаки нет, это тоже важно. Было бы штук 6 баншей, можно уже просто выбивать спорки и большие здания убивать, а не дэмоджи много наносят. Вот сюда полетел бы, когда тогда летел с третьей базы, я имею в виду, четырьмя баншами Грейтер Спайр бы убил, например, 1000 хп, это не так уж и много. Банша за залп, получается, 24. Ну, по двадцатке там 80, да, там 92, получается, да, наносить они будут. У здания одна броня есть. А, нет, там же 2 сниматься будет точно. Не 12, а 10, по 80 ровным, получается, да, будет. Или сколько там, 20 ровным. 88. 88. Больше 10 залпов, да, это много реально. 12. Банши быстро стреляют, короче, не суть. Математика-математика, и понятно, что нужно как-то шатать посерьезней. Кину здесь, либо уже выходить такой лейт, который просто не пробить. А какой это лейт? В этом лейте должно быть много викингов, уже можно там и ревенов добавить, какое-то количество батлкрузеров. Спорный момент, потому что с вайперами батлкрузеры они... Ну, несколько штучек можно и батлов, потому что там Ямато пару кинул под тем же вайпером, и сразу телепорт в тыл делаешь, допустим, Катя, притянули. Ну, чуть-чуть, соус туда-сюда ходит. Крипту, Марекин контролит, убивает. 2-2 на воздух пошло. Атака третья уже есть. 3-1 земля получается. Ну, туреток нужно побольше запилить. Есть грейд на рейндж туреткам, но почему-то, блин, Кин пренебрегает грейдом на плюс-2 зданием брони. Это очень важный грейд. Так, вайпера хорошо, сейчас Кин фокуснул. Не дал зеленку вылить на него еще при этом всем. Так, а здесь Нидус попер. Фигать себе. Зерге с третьей броней, с двухзалпом Баншо не обиваются, плюс-1. Так, 26 у нее за выстрел. А как это вообще так? Ну, третий, да, это 6. 6 демажа, с ним по двадцатке. 40. 40 ровно вроде должны наносить, а не за залп. Интересный Нидус тут от Солара на мэне. Кин прилетает здесь Баншо, начинает разбирать гидру. Есть несколько танков, которые вообще ничего не обороняют, получается. Вот для таких-то тем и нужно делать броню, на самом деле, на зданческую. Чтобы здание можно медленнее падали. И Кин, увидев, что здесь на него куша идет, начинает ее делать. Надо выкинуть муву. Или привезти рабочего и вычинить эту инженерку. Иначе она догорит. Если Кин был невнимателен, никакой у него брони не будет. Она не успеет доделаться тупо. Повел рабочих чинить. Да, повел рабочих два вычинить инженерку. Все правильно сделал. Здесь Банши вычинены будут сейчас. Зданческая броня поможет. Там мастится караптера. Уже, ой, ё-моё, 27 караптеров, 9 брудов. Зерк полный свитч делал в воздух, в армаду получается. А у Кина 13 викингов. Они никак 29 караптеров с четырьмя вайтмерами и с брудами не могут развалить. Вот это все нужно сразу складывать, как бруды прилетят. Иначе с флэшом свое же будут дэмэджить танки. И просто танками через Аклик на муве получается отгонять. Ё-моё, зеленка еще пошла. Сколько там зеленки в Кина? Просто жесть. Летят вперед караптеры под зеленкой. Все, погибло просто. Все погибло. ЦЦХ падает. Короче, Соллар давит. Экономику очень сильно зарешал. В это время Банши унижают, кстати, верхнюю базу Солларовскую. Но Кин потерял всех викингов. Эти тут... Нет, три штуки осталось дохлых. Но прирост маловат. Четыре. Вот если бы у него по 6-8 строилось. А куда по 6-8 ресурсов? Нету запаса, чтобы они нормально так строились. Банши прилетают. Спорки крошат даже уже, да? Получается у нас с Кин Баншами с вами. Ядру крошат. 2-2 Банши. Это уже не 0-0 Банши. С нулем атаки. И двое брони есть. И все-все-все, что нужно. Еще четыре Бруда делаются. Короче, печаль полная. Здесь три атаки на воздухе. Танки уезжают, беспомощные, воюя с брудлингами, которых до бесконечности брудлорды плодят. 1-0 Кин. Ну да, скорее всего, 1 ХП отрегенивается у дрона, поэтому он выживает между залпами. И все-все-все. Так, а я забыл, кто дальше. Дальше Кин против Намшара, по-моему, был. А, это первая игра, точно. Это штука первая игра, я что-то гоню. И все-все-все-все-все-все-все. И все-все-все-все-все. Ну что, погнали, ребят. 1-0 Солор, конечно, не Кин. Сейчас, ребята, отойду. Чего-то чай попросился на минутку. Реально, на пару минут. Посмотрите, я в ПАС сейчас буду. Реально. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, стало облачно. Открыл шторки. Ну что же, Солар Кейн, и посмотрите, что происходит. Очень что-то полюбили в последнее время вот эти ранние Роуч Ворона, Зерги. Кейн играет без разведки вообще, то есть с Рипером только он вперёд полетит. И если Рипер не спалит то, что там происходит, то тогда, конечно же, можно просто... Можно просто затерпеть эти Роучи, тем более Линги бегут. Но как-то Солар, по-моему, мог бы он на самом деле вот здесь вот подождать пока... А, ну он овером не видел. Испунвилл можно здесь поставить было бы пробежать, прям как Рипер пролетел в тот момент. Здесь Королева спустилась, Рипер отступает. Собаки могли бы уже прибежать, и можно было бы КСМ-ку отменить. А так достаточно кинул просто... Так, Депух поднимает, достаточно кинул снять КСМ-ку с продакшена ЦЦ-чики, и всё. И Рипером прикрыть, это ещё он тупит как-то долго, снимает её, не знаю. Привет всем на Твичейде, кстати. Всё, Роучи вперёд идут. Кин их не видел в итоге. Я должен добавить... Забыл я же Твич добавить к Варте-турниру, блин, свой. Прикрутить, а то что-то... А то чуть не видно. Пришли Роучи, две штучки, два Реведжера, всё, что здесь есть, пару Гиллионов и Рипер. Это похоже на 2-0 вообще в пользу Суллора. Потому что Кин из равной-то более-менее игры. И то там еле отбил, еле вообще играл с Суллором. А вот из такой игры, мне кажется, вообще может быть больно. Так, попытка ножей сейчас идёт Реведжера. Кокон. Ошибку Суллора. Что-то так к Крампе близко начал делать, но повезло, успел доделать в итоге. Две Депушечки Суллора убивает уже, кинул. Больше Реведжеров не строится, делается ЛР просто-напросто. Очень скоро выйдет Банша, и с Баншой уже будет тяжеловато, конечно, Суллора здесь. Он просто отступает в итоге домой. Видит Баншу в бокс, верни, она ж нагонит себя. Ребят, Баншой летит, киновидит, Ровуща отступает. А, вот эти они ходят, как Банша летает, поэтому этим пофиг. Ну, Ровуща заберёт, надо в бок было куда-нибудь убежать им попробовать. Та Банша по Ровущу б не забрала. И, видимо, выход Шпиль будет, я не знаю, для чего ещё ЛР Суллора может здесь нужен быть. Ну да, Шпиль пошёл. Второй газ надо начинать добывать, что Суллора делает. Собственно говоря, три дрончика туда выпрыгнуло моментально. Так, здесь Банша с Энвизом прилетает, что такое-то? А, Оверсир, а не зам... Шпиль заказал, Оверсир, а не закал. Пауз, Дукин просит, что за глупости вообще. Ну что же, ждём. Пауз, Дукин... Пауз, Дукин... Продолжение следует... 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 Большая часть стыкнула, что ли, получается бы. А, нет, кин гумиху ещё ТВТ. Вок, гумиху намшара, кин намшар. Да, интересные игры, достаточно. Ждём, ждём, ждём. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Так, так, так Ну что, ещё туда, в одну калитку. Похоже, что сейчас кин гумиху будет матч, потом с намшаром на Америку уже пойдём. Вот. Дима Торзок Так, пошёл ленвайт, я чуть не заметил даже. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Сегодня, кстати, вечером у нас интересный Underdogs Event Плей-офф Major Showtime DNS Mass Здесь у нас бьётся Хорошие такие пары А завтра, между прочим, ГСЛ в 7 утра будет. Это очень интересный расклад. Это очень интересный расклад. В 7 утра все, блин, карты портят. Вот. Может быть, попозже постримлюсь. Сегодня поеду. Либо уже в субботу поеду. Я даже не знаю, что там к чему-то, как поступить-то лучше. Да, Кейн против Гумича. Сейчас у нас надо переименовать. ТВТ. Ну, честно говоря, Кейн последние дни вообще не впечатляет. Последние разы все, что я видел, как-то он очень слабенько отыгрывает. Вот. И думаю, что здесь вряд ли он вообще что-то сделать сможет. Погнали! Потал Bianaur. Поехали. Пор divine тратиллерм и ветеринар из 2 утра в зале. Прости, чтобы победу не Kyungи Диндзор. Кейн подплеск. Нотка дxitэ. Поехали использование использования и Canyonи Декстoli. Попробиваем 3 утра в результате ихèseэстов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, кин в роте в гумиче. Первая карта, а как обычно, газ-барак там и там. И потом выход во второй газ, собственно, будет быстрая факта. Здарова, мистер Вета. Да, здесь Старкрафт в порядке сегодня. Как и в предыдущие дни. Но самая прикольная группа Д будет. Почему-то 8 марта ставит, я не знаю, на Варде будет спросить. Продолжение следует... Так, кстати, на какие-то ботики ставочки есть? Сейчас я посмотрю, наверное, уже закрыли все. Кто там фаворит-то у нас? Гайш, Жигумиху скину фаворит вообще, абсолютный. Я думаю, вот так они... Так оно и есть. Вот он прилетает сейчас рипером. Здесь только-только рипер выйдет. Почему-то я считаю... А, нет, погодите, это второй рипер только выйдет. Я проморгал момент, пока смотрел здесь. Здесь уже рипер готов. Так, Гумиху убивает одну КСМ-ку. Может быть, даже и вторую фукуснёт. Не доконтраливает, потому что рипер у него тут на мэне. КСМ-ку рипер забирает. Короче, оба по КСМ-ке убили. Оба рипера отдали. И Старпорт достраивает. Сугумиху там на секунду позже. Привет, Алексей Б3-4-ки. Нет, уже давно как нельзя это делать. Сразу после Блескона в ноябре вышел патч новый. И всё это отменилось. Я считаю, оно и верно, потому что это было бредово и выглядело. И как-то слишком вообще по контролю. Халява для тирана была, получается. Так. Кто, кого забревает-то, не понимаю. Ну, забрел, в общем-то, Гумиху сейчас с циклона рипера, получается. Сам не потерял рипера. То есть у него побольше винтов. Сейчас два гелика и риперочки есть. Плюс... Плюс Либератор летит вперёд. А тут Банша только. Только Банша на патруле. Гумиху это прекрасно видит, что Банша на патруле. И она как раз-таки ждёт врыва. Ну, сейчас прилетит Либератор. И его нечем сбить. Только Ревен кавэет будет. Можно чем-то сбить. Здесь два гелика плюс рипер. Рипера приводит сюда вообще-то. Гумиху в итоге. А в это время Либерок на мэйне просто унижает. Смотрите, пив, пив. Вообще четыре раба. Как не бывало, 24-29 в итоге парабам. Здесь что-то там мимо ездит. Ещё одного забирает. Что-то Кин вообще недоконтролирует. Такое ощущение у меня. Так, опять раскладка идёт. Марик один не поздоровел. Двум Мариком даже не поздоровилось. Неплохо Либератором здесь действует. Гумиху. Ещё и два гелика заехали. А с двумя геликами вообще делать нечего. Блин, Кин даже Мариков из-под Либератора не успевает выводить. Не говоря уже о чём другом. Девять рабочих уничтожено. По-моему, сегодня Кин играет хуже, чем европейцы какие-то. Нормально. Но посмотрим, Кин нам шар, как отыграют ещё. Либо по сравнению корейцы так вперёд ушли, что по сравнению с ними уровень такой стал. Баншу принимает общий тегумиху. Просто 2-0, просто разгром. Так, погодите секундочку. Кажется, окончательно солнце зашло за тучи и... Что-то заволокло всё. Темно становится очень в комнате. Я не люблю, когда темно так становится. Так, захожу в игру. Ну, что-то вообще Кин провальный сегодня какой-то. Провальный Кин просто. Освободил всех чисто по-американски, Либератор. Прилетел и освободил всех с воздуха, короче. Ну, что-же. Вторая игра. Нет, это 1-0. Это 1-0 пока что было. Первая карта. Это и была первая карта. Я что, 2-0 сказал, что ли? Значит, это, конечно, я что-то затупил. Вот, сегодня вообще что-то путаю. Никнеймы бывают. Хотя вроде, ну, самочувствие вообще очень даже бодрое. Да нет, если я 2-0 сказал, значит, ошибка, конечно. 1-0 пока ещё. И слава богу, потому что вторую игру посмотрим. И Гумиху против Кина. Так, ещё-то не спешит Гумиху вторую га ставить. Как и Ким тоже, кстати говоря. ЦЦ-шечку, что ли, играют? Прямо интересно. Что же это такое будет у нас? Да, смотрите-ка, просто. Рипер ЦЦ-ха там, а Рипер ЦЦ-ха здесь. Вот, посмотрите, кто-то про разведку говорил. Видите ли разницу 30-40 минералов? Это как раз потому, что Гумиху рабом поехал вперёд, а Кинштокин не поехал. Вот у него ЦЦ-шечка на пару секунд раньше в итоге выходит. нас валивать рабочим, иначе Рипер выйдет минуснёт. Так, Барик Факта здесь попёрла. Рипер летит Гуми ещё вперёд, в общем. Прилетел Гумич, не смог рабочего убить ни одного. ЦЦ-ха достраивается там, и там Старпорт у Гумиху по два гелика под реактором строится. Здесь Циклон плюс Марики у Гумиху. Вот разница уже по билду пошла. Паузу Кинштокина, видимо, сегодня что-то там это. Ещё он там шаверму одновременно делает, что ли, корейскую, я не знаю, или чё там. Суши делает. Игра возобновлена. Так, ну что же, рабы строят. Короче, всё нормально, рабочие строятся. Кин здесь летает, его поймал Гумиху геликами и рипером. Сейчас легко достаточно. Уничтожил рипера, сразу же своим запрыгивает на мейн. Здесь два Марика его встречают. Пролетает Гумич по мейну. Опа, приоритетную цель я вижу сейчас. Гранатка, фокус, КСМ-ка того. Всё-таки первый раз не добил, второй добил. Какой злопамятный рипер. Гумиху, молодец. Законтролил. Четыре гелика на мейне от Гумиху у Кина. Кин начинает терпеть уже и в этой игре. Пролетает медивак. Десять, рабочих уничтожил на одиннадцать. И ещё, не получив даже дэмэджи, гелионы улетают на вторую базу. Сейчас может и здесь что-то погибнуть. Легко достаточно. Марики в линию. В какую идут гелики? Прям идеально их в линию. Крошат сейчас. Ещё и медивак улетел. Один гелион погиб. Ужас просто. И выход пошёл от Гумиху. Он вообще не ждёт. Семьдесят пять, пятьдесят семь. Обратная, да? Зеркальная, вы видите. Цифры. Но эти зеркальные цифры совсем не в пользу товарища Кина. Приходит танк на лоу-граунд. Бабах! По марикам. Блин, два. Минуснулось сразу же. Два викинга. Воздух контролят. Здесь три депошечки. Одна недостроенная отменить можно. Здесь до рабочих танк достаёт. Три уже. Минус идёт. Вперёд у нас Кин отбиваться сейчас. Танчики Сиджи. Ревена минусует Гумич. Заходит, пытается под танки. Два танка Сиджи. Будет вынужден Кин сканить. Здесь один танк у Гумиху выживет. И он будет продолжать стрелять по депошечкам. По минеральной линии. Вот Мула минуснул сейчас. 69-45 парабам ситуация. Подтягиваются ещё два викинга. Ещё один танчик подъезжает. Гумиху видит это. Уводит свой танк. Викинга заминусовал. И танк разложится сейчас с дальнего направления. Вот здесь. Он будет. Видите, он простреливает. Да, он минеральную линию простреливает. Смотрите. Крайние минералы вот эти. Есть ещё один танк. Можно сесть, кстати говоря, под танк. Что Гумиху и делает. Садится под два танка оппонент своего. Не понял. А куда этот танк стрелял? У него же вижен был. Короче, тут на халяву кин отбился. И опять зеркалка осталась. Те же самые цифры. Магия цифр. До битвы, после битвы. Всё короче. Проклятие. Какое-то просто. Проклятие ТВТ. Ну, это для кино проклятие, а не для Гумиху. Я думаю, если бы у Гумиху в любом матче такие зеркалки были бы, с любым игроком он бы только забыл бы. 1-1 Гумиху делает и делает стим. Здесь только стим делается. Инженерка одна всего добавляется. Третья цеха вовсю добывается. Короче, просто разрывает Гумиху здесь. Я думаю, что нам шара... Я даже не завидую нам шару. Не знаю, ещё там будет в этих играх. Посмотрим. Но по игре кино, мне кажется, нам шар кино может пробрить просто в лёгкую почему-то. Почему-то мне так кажется. Так, тут что-то викингов уже 7 штук, по-моему. Четыре танка плюс маленький Кин делает выход. Так, мне жена звонит сейчас, я отвечу, ребят. Да. Так, ребят, всё, здесь я... Извините, надо было ответить. Сейчас будет пауза, позвоню Даше чуть позже. Ну, 2-2, здесь атака на технику плюс 1. Здесь, конечно, всё уже ясно практически полностью. Я не знаю, что должны быть за ошибки со стороны Гумиху, чтобы он мог здесь проиграть. У него и контроль воздуха просто целиком и полностью за ним. То есть у него викингов 7 штук живых. Он будет танками, то есть позицию всегда грамотную иметь. Но забыл щиты Гумиху. Вот этот вот косяк, конечно. По Грейдаму он в плюсе по всему. Он в плюсе, как бы, не знаю. Может быть, Кин, конечно, в лоб сейчас вот этим группой пробьёт и что-то получится у него. Но у меня что-то большие сомнения по этому поводу. Не, ну Гумиху очень силён, очень силён. Я смотрю, как бы, уровень сейчас... Я не помню, будет ли он на Иеме в Катовице. На ГСЛ его, по-моему, нету, как бы, в плей-оффе. Это очень странно. Но хотя там и Даркос нету с Бьяном. Ничего не поделаешь. Но Гумиху прямо очень круто отыгрывает последний. Вот что с онлайна вижу, Гумиху прям рвёт вообще, как бы. Правда, он рвёт тоже, ну, не Кинов, но со всеми Дарками и Бьянами он вровень играет абсолютно сейчас. Дробщик от Кина. Смотрите, Марики, между прочим, на щитах. И здесь Гумиху подлоблен Кином. Ничего себе. Давайте сейчас Кин ещё переворотик какой-нибудь сделает. 19 КСМ уничтожен. Третью цеху занимает. 2-1 заказано. Но по грейдам катастрофа просто. Одна атака на грейды 2-2, это совершенно неприемлемо, конечно. Боюсь, это сейчас Кину не позволит нормально побиться. Сканит Гумиху. Щиты сейчас доделаются, наконец-таки. По 15 Мариков уже продакшн. Ничего себе. Стимится, идёт вперёд. Щиты готовы у Гумиху. Подровно под щиты на опалы 2-2. Грейды 3-3 заказано. Марики на 2-2 под танками бегут. Вообще всё крошит вообще. Минус 7 и деваки практически. Мариков отвёл сейчас Гумиху вперёд. Сзади Кин пытается группой зайти. И спереди. Вот с двух направлений удар наносится. Так как Мариков мало. Точнее их практически нет. Кин здесь ломает Гумиху очень хорошо. Гумиху тем временем забегать пытается на вторую базу. И очень у него это неплохо получается. Смотрите. Марики на 2-2 врываются. Надо подняться наверх. Медивак, правда, всего один. Спускается вниз. Кин не успел засидеться. ГГ разгром. Ну и Кин пободался даже под конец. Что самое интересное. 2-0, ребятки. На американский сервер надо нам сейчас. Уходить будет, похоже. Ты у бабец поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает на плюшки. Спасибо за плюшки. Спасибо за плюшки. Спасибо за плюшки. Спасибо за плюшки. Плюшки это хорошо. Сейчас мне бы на что-нибудь такое еды нет. Надо что-то подумать. Питу заказать попозже больше. Чтоб не уходить и потом уже позже начинать стрим опять. Что-то никто пока не спешит сюда идти. Очень-очень это странно. Гумилку вообще 4-0 пока идет. То есть он уже... А вот все, Эйварди здесь. Спасибо всем, пацаны, за поддержку. Помните, что поддерживать, но меня и мой канал. Подписываться на премиум и по реквизитному описанию или через плеер напиливать. Так, это Стасун, что сидит? Питались. С картиночкой остаться. Так. Продолжение следует... 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 Так, точно, я же Даша хотел перезвонить... Ребят, пока черкаю, а сейчас быстренько перезвоню... Продолжение следует... 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 холодно прикрою окно не ну кстати окно то темно может добыть крючковой пары по реке плывет кирпич почему не скорость лингом в этом билде может потому что 100-100 при таком билде это слишком гигантские ресурсы когда просто на каждую ревизжу там газ накапливается и еле-еле захожу в игру всем привет на твиче везде на всех плеерах на sk2 tv так ну мне как показалось тоже гумиху мог бы просто встать тремя циклонами по крайне двумя на рампе построить например бункер туда сесть как бы хотя под ним маленьком чтобы он отвлекал и убить вообще с хай граунда с тремя циклонами можно было пободаться вообще очень странно что он так именно отбивался что-то холодно на душе надо свет включить холодная атмосфера какая-то вот со светом получше стало нам шархату ставят я смотрю семнадцатую сейчас ну что же нам шар 1 0 и ребятки и как минимум мы еще увидим эту игру если нам шар сделает 2 0 конечно но если гумиху сравнивает счет то тогда мы увидим и третью а я думаю что гумиху достаточно легко счет может сравнять здесь потому что по предыдущим играм с с долларом и кином вообще это чудо то что нам шар убил но вот этот билл со сверх ранним роуч вороном с мейна на самом деле когда тиран играет без разведки он очень прям халявный то есть ты приходишь там ничего нет практически эти реводжеры я не знаю все равно что там батлкрузер вот по этому билду как я играю там зергами да допустим в раннего батлкрузера все что зерг не ждет там батлкрузера или просто не имея вообще юнитов практически которые по воздуху стреляют ты прилетаешь и как бы там батл с ямато уже один также и три реводжера этих на такой стадии так спустя сопла и пилона дефать линга хочу дефать там дефать ничего не надо там постоянно атака идет если зерка если зерка вступил по этому билду это авто гг там невозможно как бы по другому не а может быть и можно муфлингом добавлять но если затягивается обычно там тиран просто с хайграунда отбивается то есть конечно если допустим к этим реводжерам еще постраивать собак там штук десять с мум бы прибежало циклоны просто это побесценило циклонов они покружили бы их и все вместе с реводжерами легко так двадцать восемь двадцать пять парабам пользу нам шара ставит третью нам шар криптумор ставит также делается муф здесь гелики плюс две штучки сейчас будут инвиз баншам гелика банше от гумихо возможно он сыграет мех сейчас даже это будет интересно если гумихо сыграет выиграет нам шара и кино нам шар выиграет гумихо и кино ну кин 0-2 уже а ну да по 2-1 тогда будет но нужно чтоб по картам у всех 4-2 именно было то есть нужно чтоб сейчас нам шар короче если сейчас нам шар 2-0 гумихо и 2-0 кина проблевает то тогда будет переигровки кстати говоря почему потому что будет у всех по 2 по 4-2 по картам и по 2-1 по матчам вполне возможно да такой расклад я имею ввиду вполне возможно теоретически но практически ну посмотрим пока нам шар как бы неплохо развивается но он неплохо развивается почему потому что ноль юнитов от гумихо у него еще было ну вот летит первый которому нам шар вообще не готов вот только-только он спорки запиливает это поздно ребята они 20 секунд строятся и где-то 10-15 секунд будет у кино что у гумихо просить чтоб на халяву тут рабочих поубивать большое количество уже 2 он минус ну дальше затупил дальнего куда-то нам шар то а ты чё водишь зад вперед тормозмен ё-моё 6 дронов минус водит зад вперед конечно добил гумихо всё тем не менее 6 дронов в этой ситуации это как бы не критично потому что рабов то всё больше на десятку до сих пор делается роуч воронг врыву геликов нужно обязательно роуч построить а здесь гелико циклона ищут ага то есть это билд в мех получается хотя из такого билда можно сейчас на лаву там перелететь или заказать на бараке и стим заказать но здесь арморе это очень подозрительно так геликов поймал изи здесь гумихо фу геликов геликами собак 30 цеха но сейчас будет просто 2 баньши 2 циклона и плюс хелбатов 10 нет не 10 8 штук 9 эти куда один делся вообще один был не заказан еще 2 сейчас выйдут 11 будет чуть позже когда приедут еще гелионы сюда и третья баньша прилетает нужен скан кидать сейчас сюда крип выбивать гумихо решил нафиг скан кидать крип выбивать иду вперед просто плеера нет то есть это значит что нету оверсира отступает нам шар под спорку все правильно делает под споркой баньши не так будут напрягать но гумихо понимает это смещается сейчас на вторую базу а баньшами на халяву крошат юнитов переходящих отсюда туда имеется ввиду с третьей базы на вторую обратно у королев ну очень много энергии сейчас у них там трансфюзов просто немерено нам шар их вообще в бой не ведет что он делает то тормозила нам шар там фактурки добавляются тем временем не ну здесь нам шар безусловно отобьется и трансфюза есть куда дроны то пои как их прижгло немножечко дроны тоже наверно сейчас переживали как и я примерно потому что было больно погорело все на третьей приехали новые гели 4 штуки 13 дронов минус вот это уже очень плохо 4 баньши опа скорость баньшам пошла пока кстати гумиху ни одной баньши не потерял да да это важный момент да нет здесь уже конечно для нам шара просто сверх печальная ситуация тут уже машина работает тут тут реально железный ботинок тиран надевает свой чтобы раздавить эту блоху просто вот собственно все что здесь происходит так 4 баньши королев минусую сейчас ничего себе видит какие с энергией сейчас у нас гумиху выпиливает те которые с энергией одна баньша упала правда сейчас и вторая баньша упадет скорее всего да падает и вторая остальные пока две живых но надамажил надамажил здесь роучи опять тупят какие то у нам шара проблемы с контролем у него то королевы не идут то роучи не идут ну это нужно было гумиху сейчас ломиться сюда я имею ввиду зачем он ломился он сдался отдал всех баньшей которые сейчас будут просто с этим грейдом можно просто летать было по базам бы унижать а у нам шара 20 роучи а здесь 6 геликов все что есть ничего себе сейчас эти роучи зайдут хорошо очень ребят очень хорошо зайдут баньша одна она вообще тут особо ничего не задефит то есть по любому экономический урон тиран понесет здесь это стопроцентный расклад но еще нам шар не тупил и третью свою поборонял бы нормально было вообще бы хорошо так спускаются гелики и тор 7 ксм от минус нам шар врывать же тора надо минуснуть в первую очередь конечно он больше дэмэжа чем все этих халбата наносит правда с флешовых юнитов внутрь врываться тоже не очень хороший расклад нам шара больше пока по лимиту тора пытается минуснуть но тора не минуснуть надо пуху минуснуть а потом тора ой чалик ты где роешь там в туалете на коврике он там полюбил последнее время лежать 107 95 20 ксм уничтожил нам шар но ребят здесь 2 1 грейды здесь есть мулы здесь 4 цц то есть по 4 ксм а сейчас будет гумиху восстанавливаться здесь полетела пачка мулов и боюсь я что мягко говоря этого недостаточно было если бы нам шар сразу четко забежал бы сюда минуснул бы тора зашел на рампу зашел сюда минуснул тора часть роучи остались здесь выбивать часть там здесь или наверх вообще шли плюс какой-нибудь подземный мух там закопкой был я не знаю может быть что-то получилось пока что хотя 4 базы как бы есть время восстановить дронов но хайловых технологий нет а это очень печально в данной ситуации мы видели как solar гумиху растоптал просто на этой карте у него хаева не было или на другой какой-то ну там был момент такой тоже смехом вот и здесь здесь то тоже 4 базы просто очень прикол банши уже летают то есть такие банши они будут по-любому наносить дэмэдж гарантированно потому что да спорка 3 банши отгонят если было больше можно было уже и спорку минусовать ну там на газе где-то с краешек можно подрезать плюс 2 1 3 2 1 1 и 3 2 гумиху сразу закажет скорее всего здесь 4 точнее 4 базы да 8 газов будет добываться в ближайшее время можно газ протрансфюзить чтоб не погиб он так в это время на центр делите крип шатают хорошо гумиху кстати крип пошатал и уехал здесь уже гидра есть сколько танчиков танчиков 4 штуки есть хайф пошел у нам шара по лимиту пока более-менее кстати там в общем так 10 вот смотрите 150 лимит 10 оверов это 80 до 30 сверху лимита нахер 10 то ема неужели считать там их не учат в швеции не закажи ты вровень чтобы к 200 было как будто сейчас просто я не знаю ресурсов столько что будет про запас ладно короче будет про запас учили не учили считать вот надо на автомате выработать такую тему чтобы хотя бы примерно типа как в кваке там ты или где-нибудь бегаешь по кругами по девайсам там по про броньки по миге ну типа и считаешь при этом как бы ну кто-то считает там точно кто-то просто как бы уже чует когда нужно прийти примерно вот также и здесь нужно примерно видеть сколько депошечек когда заказываешь что же с опытом приходит я имею ввиду этот момент 3 2 здесь грейды делаются у терека 2 2 у нам шара так прилетает гумику спорку сейчас выпилит просто моментально продолжает сас ну вот если такой стиль можно было бы ну не ну 3 арморе может ладно но на банши какие-то грейды добавлять может быть не броню вторую делать а там третью атаку первую атаку на банши не знаю так идет выход в это время серьезно 190 на 170 по лимиту есть уже вайперы энергия не накачана пока у них вайперы пустые в итоге у нам шара вот он полетел сейчас добывать энергию надо ну на этой стадии эволюции может и рано добавлять энергия не так уснула хату придется отменить и нужно уже эскейп нажать нам шару наламывается звук кстати хорошо тура и пару танчиков забирать есть пару реведжеров здесь в миксе гумику конечно же отгоняет нам шара в итоге один из гидралов еще до заказ так вайперы есть притягивает танк 1 притягивает танк 2 притягивает танк 3 да минус нит и его вперед жмет кстати нету танков можно бой принимать одних элваты плюс тор плюс баншик и драрисков очень много нам шар здесь отбивается смотрите-ка даже прям здоровый влайчик проблема большинства ну да я замечу что ну меньше больше не меньше конечно но все равно такие моменты нужно рассчитывать хотя это по сути то особо ни на что и не повлияло но лимит то быстрее бы копил бы понятное дело нам шар так третий армор первая атака как раз на воздух пошла пошел на воздух да ты уломишь что-то так прям а так тор притягивает тор минус 1 тор минус 2 10 танчиков пару есть зелень куда ты какая зелень то там танков больше на 2 первых ставят а там сзади десятка стоит кстати нам шар ломанулся уже вперед решил разобрать танчики эти и ведь разбирает и гидру сплитит очень и очень достойно я бы сказал танчики падают все торов сможет догнать нет торов не смог догнать банши в это время 4 минус 0 и 4 минус 0 не ну нам шар подрался неплохо но у него нету экономики и и купил себе велик первую жизнь я тебе поздравляю но что-то ты бодро чешешь так вот нет такой штрих бодрость твое сообщение чуть не очень понравилось вот поэтому вынесут тебе одну рекомендацию седну седло не забудь одеть на штык как бы а то вдруг забудешь раз велик первый вот ну а если серьезно то велик это круто я жду уже пока это давно все растает как бы ну нормально уже едете типа крылья снять левое крыло что-то зимой я там пару раз поездил в начале зимы потом забил так вайперов 6 у нам шара у нам шар как-то смотрите план просто восстановления не знаю экономики очень жесткий у него плюс 2 базы он 6 хочет занять везде вот ну что гумиху отступил и игра затягивается два батлкрузера у него ничего себе два батлкрузера это интересно очень гумиху решил еще и батлами нас порадовать здесь ну что ж посмотрим микс то у него прикольное получается вот эту всю шлак вот этот надо сливать как бы на этой стадии это лишний лимит гелиона хотя гидроужгут неплохо но даже синее пламя гумиху не сделал вот на этой стадии уже как батлов уходит надо более качественный лимит добавлять вот так здесь прилетела гидра зеленочку можно на вайперу вайперами бросить на баншо я не знаю все банши выбил здесь батлкрузер прилетел смотрите он телепортнулся нет он на муви прилетел кстати здесь гелики ездят жгут увезти рабов надо как можно быстрее батлкрузер спорку крошит королева транс юзит ее спорка с королевой больше пол хп батлам сняла батлкрузер минусует с ямато королеву нужно забрать его жгет рабочих сейчас ну это степ какой-то от гумиху пошел уже на гидру притянул фух телепорт красавчик гумих вот он телепортнулся домой батлкрузер так нам шар притягивает туров танки ломятся очень неплохо 3-3 уже градина все здесь есть зеленку поставить на планетарку неужели не учили в школе что зеленку на планетарку надо ставить нам шара ну кстати он разминивается сейчас выгодно я бы сказал достаточно два батла на мейн прилетает а здесь есть королева у нее много энергии достаточно спорку и ямато и королева минусует гумиху все правильно что королеву сразу минуснул почему она бы иначе нормально бы налечила батлкрузера забыл про одного батлкрузера гумиху и потерял его короче харас ведет со всех сторон батлами здесь еще один прилетает еще два строится гелики приехали да построй ты плетки 3 штуки да пару спорок еще емае блин ресурсов дофига блин и бегает зад вперед на F2 емае все армии блин бесит меня прям аж седло поставил ну все тогда катайся не пыжи поначалу а то голова асфальт попадет совсем мертвый будешь можно конечно взять шлемочок но я как то все время без него действовал батлкрузер телепортнулся кстати успел даже от залпов фух телепортнулся хорош здесь тоже планетарка но как то нам шар вроде бьется но там сейчас все тройки будут у гумиху и у него какой то жесткий микс уже вообще сколько батлов шесть батлов плюс два еще строятся танки танки батлы это вам ребята в первом старкрафте танки батлы это был самый ультимативный против зерго лиминь были матчи там где там танков две три пачки штук двадцать с лишним то есть и батлкрузеров еще пачки полторы коробок уже у тиран не остается вот там зерго хоть стаи темную стаи ну чумой закидывать чуть-чуть тянуть но если вперед тирана идет просто тканишь вокруг там чумой не закидать танки призупредительные выстрелы в тело делают и все ну дожимает гумиху просто гумиху нас решил порадовать батлкрузерами за что ему громадный просто респект я вот выражаю батлкрузеры зачетные кстати нам шар тут пытается отбиться батлы под танчики телепортируются назад они все краснющие это как блин контроль только батл блин контроль идет зачем сюда то надо домой было телепортироваться уже чинить их викинги сели сейчас викинги начинают все крошить батлов все меньше и меньше что-то королевы падают все еще один батл прилетает не на жизнь а на смерть уйдет по потерям конечно кстати очень близко по потерям здесь по ресурсам ггвп тем не менее 1-1 не будет у нас переигровок никаких точно и пока пауза я быстренько сейчас звонок сделаю вернусь к вам пока пауза на вход в игру я имею ввиду алкоголево подпишись я не могу еще раз это что вы что вы Продолжение следует... 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 у него не будет 4-2 по картам. Если бы нам шар по 2-0 убил бы, как я и говорил, на Гумиху и Кина, то тогда бы у него был бы шанс минимальный. Кина уже нет никаких шансов в этой группе. Зато нам шар, походу, победит сейчас Гумиху. 2-1. Может, он просто нам шар с зергами слаб. Я не знаю, ну, Гумиху победит. 2-1. Пусть Гумиху уже и гарантировал себе первое место. Пусть он на расслабоне, но тем не менее он играет. Ну и сейчас посмотрим скинам, как нам шар отыграет. Ну, зато кому-то, например, кто ставки ставит, нам шар наверняка жизнь испортил. Сейчас серьезно. А я не стал напиливать. По приколу даже эти циферки свои на кибете. Да, кому интересно, кибетики есть, можете пилить. Смотрите выпук AM2. Видео. Буду смутя. Уб laude. Все. Буду다는 метод. После всех них стандартной приемы. Смотрите выпук М2. Так, ну сейчас нам шар скином подчеркает. Кин, наверное, уже ушёл куда-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, рекламку пильну сейчас, ребят. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же, захожу в игру. Наконец-то почеркали долго очень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмси это наш игрок из... не помню, из кого он города. Казань, короче. Не Казань, а Татарстан я помню, что точно. Может быть, даже сейчас я найду его. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Фьерер. Все хорошо. Смотрим игру в этой группе последнюю, крайнюю на сегодня в этом турнире получается, как бы, от Варди Викли. Позже я сейчас сделаю, как только это будет, кончится паузу. Вернусь примерно в 19.00. Будем смотреть отборочные на Starline. Ну а в 21.00 прикольный турик. Там будет UnderDogs, там международный, там интересный состав. Major против Showtime. Massa против DNS. Все, погнали, ребят. Окраина и New Kirk. Карта на которой была в зарубу очень хорошая у Намшара против Гумиху. В Меху, вы помните, кто тут был недавно буквально. Ну, будет как Кин играть, в Биу или в Мех. Сейчас мы увидим. Кин сегодня ужасно отыгрывал против Сувора и Гумиху. Вот так ужасно, что, как мне кажется, что даже Намшар его может пробрить здесь. Вот. Но пробреет ли или вообще возьмет ли карту Намшар? Непонятно ничего. Будем смотреть, сейчас и увидим все. Так. Почти готов. Мув здесь уже. Остается там 20 секунд буквально. Да, это дробь 16 мариков от Кина решил не заморачиваться. Но вот против этого Намшар видно, что против Меха умеет играть. А как вот этот товарищ будет противостоять Намшар этому, непонятно. То есть, против Меха хорошо, а как против Биу? Тем более вот этого билда. Посмотрим, посмотрим. Потому что если невнимательно с этим билдом играть, как-то по-лунтиковски, просто первый врыв Мариков, и они крошат все вообще абсолютно. Крит дэмэдж можно получить и уже не вытащить потом. И непонятно, какой переход будет. В Грейды сейчас третью ЦС-шечку, либо, может быть, додавливать вообще Кин будет с пяти бараков, я не знаю. Садится Старфорд, как-то улетает. Старфорд на реакторе Медиваки заказано. Но этот матч уже ничего не решает, что для одного, что для второго. Как бы ни один из них уже не выйдет из этой группы. Можно разве что матч престижа провести и взять просто какие-то очки, за которые ничего не полагается. Ну, если победить нам Шар, то он будет по матчам, как и Солар, как и Умиху. Но он по картам не выйдет никуда уже. Дробщик летит. 14 мариков в нём, а там дробщики. Две инженерки, да, выход две инженерки. Значит, в перспективе и третья ЦС-шечка будет заказана. Ближайший. Строится Викинг. Минус-овер, минус-овер. Вот эти два будут стопроцентно. Скан есть? Да, есть скан. Когда, вот мне просто интересно, а по билду в какой момент прекращают кидать тирана? Ну, чтобы сканы были, чтобы крип вообще вышатый. Так, хорошо, нам Шар зашёл тут. Криптумор свой прикрывая, решил, что подрежет прям медивак какой-то из медиваков. И крип вообще на самый край, где он уже спадает, успевает поставить. Суну же крипа нет. Криптумор вообще, кажется, в открытой местности ставится. Оп. Ну, начал новый сразу разливаться. Залетает в это время Кин с другого направления. Викинг сразу же, да, одного овера принял второго. Третья цеха делается. Всё стандартно абсолютно здесь делает Кин. Ну, я пока не пойму, не понимаю, там, как бы, чётко он отыгрывает или нет. Потому что, что дальше будет, вот в чём вопрос. 1-1 и у Намшара делается. Ну, 61-45. У Намшара стандартно хорошая такая для Зерга ситуация. На четверть рабочих больше на этой стадии. Это нормально, вполне для Зерга ситуация. В рейде есть. Есть лейер тайминг. Хороший делается. То есть, под 1-1. 2-2 можно сразу же заказывать моментально шпиль. Четвертую хату Намшар делает. Крипа достаточно много было. Он сейчас Кин его, правда, пробрил этот крип. И Беллинг Несс тайминг прям под лейер, кстати говоря. Тоже тайминг хороший. Сейчас покатушечки можно заказать Беллинга. Можно будет заказывать 2-2, как я уже и говорил. Здесь Кинг попытался подрезать медивак. Один из медиваков. Он очень демажный. Намшар хитро тут забегает вокруг. И, ну, только часть юнитов Кинг смог забрать в итоге. Так, покатушки заказаны. До грейдов менее 10 секунд остаётся первых. 1-1, я имею в виду Намшаровских. У Кина 1-1 готово. С Арморина втыкал, заказал на секунд 15-20. Не по таймингу её примерно. Так что Намшар может вперёд по грейдам вырваться. Но надо прям сейчас заказывать, иначе никуда он не вырвется. Но здесь ресурсов нет, так что Кин тоже сразу не закажет. Но в это время 4 медивака дроб зато по 4 базу идёт. Наши войска атакованы. Так. Так, ну чё, бэйны, линги. Вперёд идёт Намшар. Чё себе тут лингов-то вообще пачка врывается. Хорошая. По своим марикам прилетел Демор сейчас. Очень неплохой Кину. Бэйлинги есть? Чё, Намшар боится-то? Попёр вперёд. Вот, пошли бэйлинги вперёд. Кин пытается и фокусить. Но их столько здесь, что точно всех не отфокусишь. Но сейчас минка жахнет. Очень неплохо. 18 КСМ-ок Намшар Кину минусует. Пытается забреть СЦ-шку. Кин не настолько мёртвый, чтобы её не поднять. СЦ-шечку поднял. Хату Намшар 4-ю восстанавливает. Кин только что недавно сбрил. Там хайф пошёл. Но пока Намшар вровень с Кином играет. Как бы крип только нужно тянуть активнее, как бы. И 4-ю восстанавливать активнее получается. Делается хайф. Так, сколько чего-то много дронов. Такое ощущение, 3 направлено. Вот, тем более, на такой газ ты направляешь сюда дронов. С нажми. Когда они туда едут. И всё будет нормально. Здесь Либератор был. Намшар его сбил. Кстати, у кого грейды раньше? Раньше у Кина всё равно 2-2 было заказано. Он навтыкал Намшар с грейдиками здесь. Не сказать, что это прям сверхсерьёзный завтык. Но неприятный. И у Намшара больше лимита, чем у Кина всё время. Сейчас. Так. Сверху у Ленгебаль. Ну, вот, посмотрите. Типичный еврогейминг. Начинается армия на F2. Вся вообще туда-сюда бегает. Неужели группу нельзя просто взять и на 2 поделить? Чтобы часть здесь была, часть здесь. Ну, как бы. Катый не привык. Это непросто. Ну, блин. Ну, СТ не привык. Что ж ты за бища такой старкрафтовский профессионал, что армию одну на две части поделить никак. Ультрал кэвер. 2-2 доделывается. Адреналин сразу Намшар заказывает. Решение верно. Играет вообще без шпиля. Вот поэтому дропы и заходили неплохо. А здесь, здесь линги забегалку делают. Марик обнаружил. Марик изгрыз. Ну, врываться до конца не стоит. Кинг делает выход сейчас на 100... На 20 лимит его боевого больше. Ну, приятного здесь мало для Намшара. Ну, отбиться есть все шансы. Как бы и... Правда, вложение сейчас. И в шпиле ультралис кэверн. Там адреналин и две королевы. Правда, 3-3 при этом Намшар не делает. Здесь побегал Кинг. Минус ну, у Крипа много. Намшар пытается отогнать. Надо Крип восстанавливать, конечно. Если Крип не восстановят, ничего хорошего не будет-то. Здесь Крип есть. Несколько Криптуморов вперед поперли. Ну, неплохо. Расширяются границы Крипщиков еще чуть-чуть. 4 ультралиска и уникальный армор уже в ультре заказан. Лимита 177 на 172. Есть у Кино Либератора вообще. Нету Либераторов. 9 мин. Это все, что есть. То, что может какой-то дэмэдж сплэшевый крупный за удар внести по ультре. Остальное, все это био. Причем, обратите внимание, что био без мародеров вообще. Одни марики вообще. Одни марики. Сейчас первый мародер только добавляется. Открылся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сзади линги в приросте прибегают. Намшар решил подождать просто лингов. Он, видимо, просто без лингов не собирался лезть. Но он не знает, что у Кина просто... Ну, как мы. Мы-то видим на карте, что у Кина нету ничего против ульты на данный момент. Намшар тоже не знал. Вот он, короче говоря, и побоялся лезть. На самом деле-то как раз-таки у него все замечательно было. И надо, надо было врываться. Чего намшар не сделал. Так, ультра линга-беллинга приходит. Здесь все отбивает. Намшар спокойно... Кин на центре крошит. Королев с полной энергией. Три королевы забыто. Ну вот, пожалуйста. Лучше пуль трой на оклике ворвался. Как бича сейчас за дропу просто кину вообще и... И это печаль. Минус медиваг, караптеры минус нуля. Ну неплохо. Пять дронов сейчас подврил. Кин-либератором. Пятая база добирается, короче. Кин-либератором. Какая же жесть, ребят. Я просто молчу, ребят. Просто намшар до того добегался, что происходит. То, что происходит. Вы сейчас видите, как его просто унижают. Минус все бруды. Остались одни ультралы. Нет тут, чтобы вовремя наломиться, когда одно био было. Пять-шесть ультралов. Да нереально там с ними биться. Они даже сами бы, они просто бы разменялись бы нормально, и все. Нет, он тупит, короче, никуда не идет. Так, ну вот викингов покрошил намшар. С этим может быть контуррыв сейчас неплохой. Викингов закрошил. И сейчас можно что сделать? Может брудов наморфить вот из этих? А откуда наморфить? Газа нет. Газа нет совсем, как-то у намшара. Бейлинги новое дело. Надо принимать буй с характерами там, и деваки выпиливать получается. Он все еще боится. Блин, боятся био семью ультралами. Это надо быть зашкварком таким просто, блин, жестким. Я не знаю. Так, там вторая атака на воздух. Гасты уже емое пошли. Один уж два есть, два строятся. Везде дропы какие-то летают у Кина. Минки по карте окопаны. Дропчик на дальнюю четвертую пошел. Это вот типичный еврогейминг. Просто иметь 200 лимита, бегать взад-вперед, а насосать корейцу, который просто отстраивает то, что ему нужно под твой лимит, и приходит, тебя убивает. Либо ты отдаешься позже, не тогда, когда нужно, размениваешься. Ну реально просто. Что делает намшар вообще? Вот что он бегает туда-сюда? Ну пока еще шансы есть, конечно. Ну блин, нужно же понимать, что чем дальше, тем больше время тирану даешься, тем менее ультимативные становятся ультра. Бруды и все эти юниты. Вот, вот, давайте в 2017-м. Вот два тоже Кин сегодня радуют глаз. 4 хп, 17 хп, 2 медивака полно в дропе. Вот, ну правильно как бы, а как еще дропаться? Конечно же с медиваками без хп, чтобы просто тебя на муви сбили. Ну вот здесь ни спорки, ни королевы. Может, Кин просто видел и думает, что так и есть. Недавно сканил, как бы, я не знаю. Но все равно это клиника на таких медиваках дропаться просто полудопов. А что здесь на центре вообще на мэне можно убить? Два газа и две хаты. Все. Здесь ничего нету вообще полезного. Ну, хаты это продакшн, безусловно, это сверхполезно, да, как бы, но... Сейчас караптор прилетит. Сейчас просто караптор один минусует два медивака, все это лимит при всем желании отсюда не улетает вообще. Ой, ультрал плюс бейлинги заходят. Все это отдача тупо. В это время Кин идет в другом направлении. Есть два брудлорда здесь, которых просто викинги моментально забирают. У викингов плюс два, кстати, уже грейда на атаку. И армор 2.1, то есть воздух. Кин делает забегание, смотрю, мариками наверх через газ. Караптор минус моментально. Здесь дроны падают в гигантских количествах. Здесь тоже карапторы плюс бруды идут вперед. Гасты где-то сзади стоят. Дальнюю базу минус нул. Надо отступить сейчас быстрее, как можно. Кину отсюда сверху мариками. Он вступил поздно. Ультра смогла перехватить. Все, нам шар покрошил. По лимиту ситуация близка. Даже почти, что в плюсе здесь нам шар. Пульс 7 из 20, то у себя 9. Лимиты, ребят. Кина больше. Ну, Кин не спешит к коему спешить. У него гасты строятся, инвиз гаста. О, ёма, 11 гастов уже. Вот что-то Кин тормозит. 2-1 грейды на воздух. Запилите либераторов штук 5 хотя бы, я не знаю. Да даже 4 здесь разложил. Плюс гасты, вообще жесть полная. Так, брудов по снайперил нормально вообще. Ультру просить каких брудов. Брудов никто нигде не снайперит. Вот сейчас вот ультру ещё по снайперил Кин немножечко. И ещё одного, один снайпер шоу зашёл в ультралис. К энергии и королев нету, чтобы всё это транслюзить. Короче говоря, Кин продолжает давить. Есть гасты, есть энергия. Стимпак пошёл. Есть инфесторы. Так, Стимом, конечно же, инфесторов, точнее, конечно же, снимает здесь. Минус ультрал Кин. Короче, это 1-0 Кин, ребят. Просто нам шар тупит, короче, жёстко. Вообще жёстко. Прибегает гигантский прирост. Просто сплит у Кина хороший. Ну, добегался. Продолжение следует... Так, вторая карта, захожу и ждём начала. Кстати, не переименовала я ничего. Между прочим, лучше поздно, чем никогда, поэтому... Субтитры подогнал «Соро» Субтитры подогнал «Соро» Продолжение следует... Продолжение следует... Я других здесь не вижу... Да, 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 да... Чё тянуть? Всё равно как бы он сливает, получается, и здесь навряд ли куда-то он выйдет. Он это прекрасно понимает, как бы... Че он уже точно не выйдет? Чё тянуть время? Панели пропал... Роучи... Реводжеры, точнее, с одной базы. Если к ним не разведают, то я не знаю, вообще-то он тормоз, короче, потому что нам шар сегодня отыгрывал так несколько раз. И отлетать от такой темы уже на про-уровне уже как-то, ну, по-моему, не в моде это всё. Ну, а как не отлететь? Факта циклон, тем более сейчас даже танк не нужно строить. Ладно, танк надо было успевать здесь подстроить. Так, сутка газа уже. Марик заказан. Марик-то ци... ё-моё. Рипер, потом Марик... Это похоже на ГГ для кино вообще. Ужасно, просто ужасно как-то здесь всё это запланировано у него. Факта-то будет вообще? Да, будет факта. Ну, с другой стороны, если Рипер спалит сейчас реводжеров, достаточно что сделать тирану? Запилить бункер и циклону встроить потом. И по Марику постраивать. Как Каншар победил Гуми, Гуми ещё, он уже обеспечил себе первое место на 100%. Поэтому, взяв карту, как бы, поэтому он в каком-то расслабоне играл абсолютно. Нам Шар неплохо бился, конечно, тоже, но Гуми Хо не запаривался он на результат, короче говоря, особо сильно, судя по всему. Так, неплохо лень здесь, привет, здесь реактор. Ну и чего? Старфорд. Как мне эти тормоза достали, которые эти раны просто вот так вот вливают? Садится на реактор. Газа вообще нет. Старфорд отменить сейчас, заказать. Но это, скорее всего, 1-1. Я думаю, что это без шансов. Это неотбиваемо просто. Просто неотбиваемо, ребята. КСМ-ка минус, пишем ГГ, выходим. Ну, ещё не пишем пока. Ну, скоро напишет, поверьте мне. Это ГГ Кин. Ну, 2 Гелика успела построиться, но это уже ни от чего не спасёт вообще Кина. Здесь эти Гелика. На уре-узера потерял нам шарф сейчас. Соплай-блок вообще наглух у Кина на 2-дпошки сейчас. То есть даже той одной добавляемой ему будет недостаточно. Я же 100%. Ё-моё, там фаерболы падают. Вообще заходят все практически. 1-1. Нам шар сам, видимо, не ожидал даже. Тут уже в пору бы. Заканчивать всё. А нам шар ещё и Кина забревает на халяву вообще. Бараки падают. ГГ Кин пишет. Просто унизил вообще. Разведывать надо, потому что. Разведывать. Разведывать и ещё раз разведывать. Всего-то нужно выехать рабочим тирану и увидеть, что там происходит. Вот всё. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Так, ребят, прошу прощения, Маша позвонила, доченька моя, не мог я трубку не взять. Вот, там двери еще позвонили, короче, кипиш неожиданный произошел. Вот, ну все нормально, я здесь с вами, 1-1 кин против нам, шара бьется, все в порядке, короче, ребята. Вот, а мы смотрим это все дело, мы все это дело смотрим. Здесь выход био идет, ну через 30 сэшечки, короче говоря, действует сейчас скин у нас получается. Нам шара рабов на двадцатку, аж больше, три базы, все в этом плане замечательно, но где эволюшены, где какие-то технологии, может там роуч вороны, я не знаю, что будет нам шар делать, пока остается загадкой. Экономика лучше, но она пока не реализовывается ни во что. Иди сюда. Ты что, дурной что ли? Все, давай. Визавит, иди на окно. Чарлик немножко тут огреб. Выбежал в коридор, начал там тупить. Вот. Получил по заднице, блин. Обиженный ходит себе тут понурый. Так, лейер, бейлинг, меск. Тут стал нам шара странные билды, какие-то старые уже, я не знаю. Это раньше играли эволюшены с лейером одновременно. Сейчас стараются зерги 1-1 пораньше до лейера заказывать, чтобы под 2-2 уже, чтобы не отставать от тирана по грейдам сильно. Так, нам шар в золото, кстати, интерес здесь выходит. Так, выпрыгивают лингов. Еще 4 штучки. 97, 80, пиев в плюсе. По лимиту нам шар 17 рабов. У него плюс еще по-боевому одинаково. То есть, эта разница в лимите, это рабочие пока что. Сколько лет? Маш, 3,8. Надо будет перезвонить еще. Я сказал, что перезвоню чуть попозже. Так что, завтра, ребят, постримлю я GSL и в 13.001 StarCraft. И все, я прервусь завтра. Поеду к своей красавице. Сам. К своей красавице поеду. Они у бабушки сейчас. Я обещал приехать. Я еще вчера думал, мы вчера 23-е. Псаны позвонили. Выйти посидеть. Вышел посидел как-то, ну и домой все разошлись достаточно быстро. Ну и что-то вообще какая-то апатия вчера была вообще. Задолбали эти посиделки. Лучше бы вчера поехал бы. Получается. Наверное, даже. Разводы от Кина начинаются. Начинает золото здесь пытаться крошить. Полетел на вторую перед дропом Кинс еще. Здесь три королевы. Надо в медивакс бить. Ём. А как же Кин провально дропает. Смотри, марика все успел дропнуть. В это время Крип подбрил здесь, конечно, рядом с Телнагой. Загружает Кин минки. И с минками еще улетел. Ну не старается не терять лишних юнитов. Все правильно. Четвертая цеха. Там мутка. Два-два у Кина раньше. Продакшн. Сколько бараков? Так. Пока я вижу пять бараков в продакшне. Еще три добавляются. Будет восемь. Ну стандартный расклад. Здесь туретки ни одной нет. Мутка может напрягать. Не знаю. На такой-то стадии уже туретки надо напиливать. Двойной дроп идет на дальнюю базу сейчас. Нет, это к золоту, получается, подлетает. Кин у нас от мутки улетает. А в это время дроп на мейн проходит двойной. Нужно только буст вовремя прожать бы Кину. Было бы вообще замечать все. Здесь минки копают. Здесь дропщик залетает. Здесь нам шар, кстати говоря, не видит тоже, что происходит. Сейчас вот марики дропятся прямо на мейн. Королеву выбивает Кин, стимится. Надо закопать минки сейчас. Минки копаются. Убьет он собак-то вообще нет. Минки взорвались бейлингами. Там муткой вроде как сбил дроп нам шар. Но один из дронов потерял. По дронам в итоге... Ну сейчас достраивал Кинка нам шар, простите, дронов. И вот только с достройкой вперед вырус. У него 80 рабов. Все равно у него как бы экономика замечательная. Ничего не скажешь. Но побыстрее нужно выходить в хайф. Опять же. Но с муткой быстро в хайф не выходит. Да, какой хайф здесь я гоню. Это в первой игре нам шар выходил в ультру. И там у него хайф был, у него другой стиль. В этот раз стиль линго-байлинга мутки вообще. Выпили мало. Я практически не пил. Да и все практически не пили вчера кайф. Ну то есть, так символически, не знаю. Абсолютно и просто и не хотелось мне на самом деле этого делать почему-то. Почему-то. Вчера. Вонят почему-то. Фигово. Сегодня как бы собирался стримить и так далее. А так как бы от количества веселее не станет. Если сразу не заходит, то не заходит в принципе. Да и не в этом дело вообще. Просто хотелось. Маленечко дома посидеть. Так, минки жахтули. Мутка на туретку накинулась. Ну здесь кин готов отбиваться. Запили ты две еще. Да, вот две плюсом пошло. Все нормально. Простите дороги. Выдалайте подмогу. Шутники, я маю. Смотрю, подъехали. Так. Кин идет вперед. Стим. 2-2 грейды против 2-2. Правда, намшаровских тоже, да. Намшара чуть позже было там по грейды. Но все равно он как бы доделать успел. И кин отгоняет. Мутки 21 штука. Долететь надо дальнее. Вот эту базу. Шатать базу спокойно абсолютно. Грейды. Вот если вы, ребят. Не в пример намшара ставлю я. Точнее в плохой прессивую мутку. Собрались мастить. Грейды должны. Как только шпиль готов. С заказом мутки вы делаете атаку. Пока делается атака там армор. Пока делается армор вторую атаку. Чтобы шпиль вообще не проставил. А намшар втыкает здесь грейдами в этой игре. В итоге у него мутка всего лишь. 1-0 по грейдам. Это печальная грейды. Я вам честно скажу. Так. Здесь марики. Плюс 4 туретки. Ну так. 2 туретки намшар снес. В это время налом идет на третью базу. Смотрите. Депошечки надо пробить. Депошечки. Че-то нам шар не пробить. Да пробей же чем-нибудь ты. Взорви же ты их по оверсиру. Попадает минка сейчас. Ццеха падает. Кин сам в размен получается идет. Беллинги тупят. Ё-моё. Как же Беллинги врываются. Мутка на минки. Попадает здесь. Жесть. Беллинги сливаются. 149-147. В это время Кин идет освобождать. Плюс 2 базы минус 0. Здесь погоня за Био идет очень серьезно. Но продакшн на меню у Зерга уничтожен 100%. Но сам намшар не имеет дома. То есть Линга Беллингов. Ему нужно было что делать. Вот идеально такие размены. Когда есть до заказ. Хотя вы просто Линга Беллинги. Тиран здесь не идеально не контролит. Мариков ворвался минус 0. А лучше всего еще когда подземная закупочка есть. То есть закопала. Вообще Беллинг бомбами там урабатываешь. Это минус намшар ребят. У Кина осталась планетарка. Туретка. У Кина продакшн. Здесь миллион мариков. У Кина здесь лимит. Который не понять чем выбивать вообще намшаров. В Беллинги вкатываются. Мимо мариков все вкатываются. Кин даже здесь забревает. Короче печаль пулная. 90 на 60 по лимиту. Медиваки нужно увезти. Минус. Что такое-то? А что блин? Прирост не привезти что ли? Так. Ну мародеры покрошились. 50 дронов здесь минус. В итоге. На 2 минки залетает намшар. ГГВП пишет. 2-1 кин. Красавчик кин. В кавычках. Против корейцев. Слился в мясо. Против намшара ребят. Победил. Но это уже ничего не решало. Как для одного. Так и для второго. Пацаны. Ситуация такова. Сейчас я прерываюсь на час. Небольшим. На 1.05 примерно. И в 7 часов возвращаюсь с стримом отборочных на Starline. Наших СНГшных. Ну у нас Starline это вообще чистый СНГ турнир. И в 21.00 посмотрим мы еще там Underdogs. Там прикольная группа. Это будет Restream, Major Showtime, DNS Mass. Вот такой вот расклад.